Здравствуйте, с вами правая полушария интроверта и я, Никита Добряков. И сегодня мы с вами поговорим о том, что такое экзистенциализм. То есть, такое философское течение, о котором есть совершенно неправильное понимание у нас с вами в культуре, в нашей с вами повседневной жизни. Мы все сталкиваемся с понятиями экзистенциальный кризис, знаете, экзистенциальная пустота. Что это обычно? Это обычно атмосфера какого-то пессимизма, тоски, грусти, то есть, знаете, черно-белое изображение, дождь за окном, ты сидишь и грустишь там о ней или о нем и так далее. То есть, это как будто бы какая-то философия пессимизма, да? Но вот наша задача сегодня буквально за несколько минут понять, почему экзистенциализм на самом деле это философия свободы, это философия, которая верит в нас, в меня и в вас, больше, чем мы сами. Ее истоки еще берут свое начало в 19 веке, хотя на самом деле это, конечно, философия 20 века. Итак, в 19 веке мы с вами видим, например, Киркегора, философа 19 века, религиозного философа, который показывает ценность индивидуального бытия человека, это очень важно будет для экзистенциализма. Потом мы с вами видим, конечно, Достоевского, и Достоевский это будет парадигмальной фигурой для всего экзистенциализма. Камю будет не просто читать Достоевского, не просто думать о Достоевском, он будет его ставить на сцене и, более того, играть одного из Карамазовых. Потом, это, конечно, Ницше. Ницше принципиально важная фигура для всего 20 века и для экзистенциализма в частности. Нам главное у Ницше не просто его идея сверхчеловека, вечного возвращения и так далее, нам очень важна его идея смерти Бога. Бог умер, скажет Ницше, сразу в нескольких причем своих произведениях. Мы убили Бога, скажет Ницше. И Ницше этой фразой подчеркивает духовный, интеллектуальный кризис в европейской культуре 19 века. Потому что именно из этого кризиса вырастет экзистенциальная философия. Что это за кризис? 19 век — это момент, когда религиозное мировоззрение, религиозное понимание мира перестает быть важным, ценным. Оно перестает делать самую важную функцию — объяснять мир. И поэтому религия уходит из такого глобального течения интеллектуального. И человек остается ни с чем. Человек остается один на один с этим миром. Мы заброшены в этот мир. И в этом мире нет главного — смысла. Потому что раньше именно божественно давало смысл нам, как человеческому существу, и миру как таковому. Теперь смысла нет. И вот эта бессмысленность мира — нет никаких априорных, то есть доопытных знаний в этом мире. Это будет исток экзистенциальной мысли. Мы попадаем в мир, мы заброшены. Нас не спросили, где родиться, как родиться и так далее. Мы попадаем в мир, о котором ничего не знаем. И вот это вот ощущение, что мы хотим познавать мир, а это ключевая идея всего европейского человека. Мы — люди жаждущие, познающие, ищущие. И вот мы попадаем в мир с интенцией поиска смысла. А мы его здесь не видим. Мир — это пустота, мир — это ничто. Мир очищен от смыслов. Более того, сам по себе мир пуст от смыслов. Так еще я попадаю сюда, как человеческое существо, которое о себе ничего не знает. И вот эти две идеи создают интеллектуальный мировоззренческий кризис рубежа веков, рубежа 19-го и 20-го века. Этот кризис создает огромную плеяду эзотерических, теософских идей, которые пытаются объяснить мир. Они пытаются дать этот смысл. Смотрите, там все есть такое-то, либо там божественно это такое-то и так далее. Они пытаются как-то показать человеку, что смысл на самом деле здесь есть. Но Ницше, а за ним и экзистенциализм будет говорить, нету здесь смысла. И в этом главная проблема и главная ключевая характеристика человеческого существа. Мы в бесконечном поиске смысла в мире, в котором этого смысла нет. И вот это первый сток. Бог умер, божественно ушло. Сартер потом скажет, в каждом из нас есть дыра размером с Бога, и каждый заполняет ее тем, чем может. И вот это вот пустое место божественного, Ницше еще будет говорить, что мы не просто убили Бога, мы теперь должны что-то сделать с ее тенью. Тень божественного все еще лежит над Европой. И вот эта тень, эта пустота божественного, она давит на нас. И экзистенциальная философия Чеховаршо чувствует этот момент, этот момент пустоты, отсутствия смысла, бессмысленности всего. Но это только первый сток. Дальше. Мы с вами идем в 20 век, и на рубеже 19-20 века расцветают несколько идей, которые все связаны одной общей интенцией. Они уничтожают идею человека, того самого, которого мы любили, приняли и буквально вырастили. Начиная там с античности, через возрождение, через эпоху просвещения. Здесь нужно вспомнить Фрейда, который говорит, что сознательная часть лишь чуть-чуть от нашей психики на самом деле. И у нас огромный океан бессознательного, который предопределяет нас и наши движения, наши желания, наши страхи, наши фобии. Мы становимся медиатором, через нас проходят смыслы нашего бессознательного. То же самое делает Маркс, показывая, что человек, он не источник себя, он не желает сам по себе. У нас есть ансамбль социально-экономических отношений, которые предопределяют любого индивидуального человека. И как бы реализовывают себя через него. То есть и Фрейд, и Маркс, и на самом деле Ницше с концепцией воли делают один общий интеллектуальный жест, который нам принципиально важен для понимания экзистенциализма. Мы, как личность, сущность, подрываемся. Оказывается, не мы источник сами себя, а есть нечто, какая-то большая зона, какая-то большая область, которая на самом деле предопределяет наши действия. Вы понимаете, человек лишается как бы самостоятельности в этом смысле. Но это только с одной стороны концепция о бесчеловечении. То есть я либо экономика, я, собственно, бессознательна, я чистая воля к власти, как скажет Ницше. Более того, 20 век, это век двух мировых войн. Первая мировая полностью показывает и приводит к разочарованию человека в идее человека как такового. Вот все эти идеи про разум, про рацио, про то, что мы это сознающие существа, которые культивируются в Европе с эпохи, опять же, возрождения и просвещения. Первая мировая показывает, что разумный тот самый рациональный человек приводит к химическим атакам, концлагерям, артиллерии, окопам, к бойне приводит. Поэтому появляется потерянное поколение, появляется экспрессионизм, как живописный стиль, расцветает, появляется он чуть раньше. Потому что мы чувствуем разочарование в идее человека. Но вторая мировая ставит под вопрос сам мир. Потому что, как скажет Адора Дорна, помните, какая поэзия возможна после Холокоста? Какое искусство возможно после Второй мировой? Как можно говорить об этом мире, если в этом мире был геноцид? Была вторая мировая, была эта бойня общечеловеческая? То есть 20 век, я уж не говорю про Кавку с его миром, как бюрократии, как бесконечный процесс или бесконечный путь к замку. То есть, смотрите, 20 век постепенно погружает нас в идею о том, что человек, как некоторая независимая, сильная инстанция, инстанция смысла и желаний, на самом деле подчиненная, на самом деле мы часть цепи, мы механизм, мы некоторый одномерный человек и так далее. И вот среди всего этого, среди этого подавления человеческого, уничтожения человеческого, возникает экзистенциальная философия. Что она делает? Она говорит, что ключевая ценность, идея, единственное, что точно есть в этом мире, это человеческая сущность, это человек как таковой и его свобода. Она появляется во Второй мировой. Камью, Сартер пишут свои главные книги во Вторую мировую, либо чуть раньше, чуть позже, то есть это около нее. Сартер вообще приведет философию, прямо находясь в лагере. И в этом смысле в век тотального уничтожения человеческого, с интеллектуальной точки зрения, с социально-исторической точки зрения, экзистальная философия врывается и говорит, нет, человеческая, человеческая сущность есть главная истина, есть единственное, что нужно защищать. Она поэтому ставит человека в центр, в ядро своей философии. Эта философия про человека, она возвращает идею человека и наделяет его как никогда большой свободой. Здесь, конечно, главные философы этого поворота к человеческому это Камью и Сартер. Их на самом деле гораздо больше, есть и немецкая, есть и русская экзенциальная мысль, но мы возьмем классиков Камью и Сартера. И вот Камью, например, очень хорошо подчеркивает эту ситуацию, когда мы попадаем в мир, жаждем понимать, познавать этот мир, но этот мир глух к нам, он пуст, он очищен от смысла. И поэтому возникает абсурд. Абсурд не в мире и не в человеке. Абсурд это наша попытка понимать мир, в котором нечего понимать. Поэтому единственное, что мы можем делать в этом бессмысленном мире, это быть сизифами, счастливыми сизифами. Помните миф о сизифе, как древнегреческий герой вкатывал камень, который всегда скатывался вниз. И вот Камью говорит, мы должны создавать, творить в этом мире, втаскивать этот камень собственных смыслов, идей, творчества в этом мире, зная, что мы умрем. Зная, что мы уйдем отсюда и после смерти будет ничто. Экзоциальная мысль в основном своем атеизм, атеистическая мысль, она обрубает все идеи посмертного существования. И поэтому после смерти ничего не будет. Но мы должны создавать этот смысл, должны втаскивать его буквально в этот мир, зная, что камень скатится, зная, что мы отсюда уйдем. Вот эта битва с этим абсурдом должна происходить. Поэтому Камью показывает абсурд, это первая часть его творчества. А потом Камью показывает бунт, бунтующего человека. Он делает одну из первых метафизик бунта в истории европейской культуры, показывая, что внутренний, главная человеческая характеристика, это именно бунт. Бунт против мира, бунт против Бога, бунт метафизический. Разумеется, Камью имел в виду бунт, не как мы там выходим на баррикады, а бунт как некоторый свой интеллектуальный жест. И, конечно, Сартер, Сартер, который по сути концептуализирует и теоретизирует экзистенциализм как таковой. Помните, у Сартера одна из главных мыслей, существование предшествует сущности. Экзистенциализм говорит, что нет никакой сущности человека. Помните, раньше всегда в Европе было, там, у Платона это некоторая бессмертная душа, когда погружается в тело, она выпивает за дорогие забвения, поэтому мы ничего не помним. Ему на самом деле душа бессмертна и обладает тотальностью знания. Потом Декарт говорит, там, я мыслящий существую. И Декарт говорит, что у человека есть две сущности, мыслящая и протяженная, то есть дух и тело. Религия, конечно, говорит, что у нас там первородный грех, есть душа и так далее. А вот Сартер переворачивает эту традицию. Сартер говорит, что нет ничего, человек это пустота, это проект, я никто, я ничто. Но я попадаю в мир, и в мире я начинаю действовать, желать, что-то говорить, делать какие-то выборы. И постепенно я существую, я накапливаю сам себя, я создаю сам себя, по сути. Но меня здесь нет, вот Никиты не будет в этой жизни. Никита, знаете, когда появляется? Когда умирает. Потому что существование, как ключевая моя характеристика, закончится. Я умру. И вот тогда появится моя сущность, когда мое существо не прекратится. Появится Никита только в момент смерти Никиты. А до этого я существую как Никита. Я решаю какие-то морально-этические проблемы, что-то делаю, что-то не делаю и так далее. Я постепенно собираюсь, я формирую себя, структурирую себя. И другие структурируют меня в том числе. Но итогом моей жизни будет именно смерть. Поэтому экзенциальная мысль так любит ставить человека в рубежную ситуацию, ситуацию пограничную со смертью. Помните, как у Камью Чума, роман, где по сути у нас есть город, он в изоляции, там чума буйствует. И есть чума как некоторое зло. И мы видим, как разные люди, разные персонажи этого романа реагируют на это общее тотальное зло. И именно их реакция, есть некоторое определение их сущности. Это их экзенциальный выбор. То, как они отреагируют. Они будут ей поддаваться, они будут с ней бороться, они будут пытаться от нее убежать. Разные варианты. И именно эти варианты, эти выборы, наши с вами выборы определяют нашу с вами сущность. Она не дана нам с Богом или еще откуда-то. И здесь экзенциальная мысль очень хорошо отрубает все идеи того, что человек сбрасывает с себя ответственность. Это очень важная идея у экзенциальной мысли. Мы любим с вами сбрасывать ответственность на что там? Это не я, это мои гены. Это не я, это мой характер. Это не я, это мне приказали. Это не я, это еще что-то. Это какие-то нравственные императивы у общества и так далее. Вот экзенциальная мысль говорит, нет, это вы. Не надо пытаться сбрасывать груз ответственности за собственные решения на другого. Только вы ответственны за то, что вы делаете и что вы делаете с собой, с собственной личностью. В этом смысле вы понимаете, что они во многом формируют эти идеи фоном к Нюнбергскому процессу, например, где в основном главная идея немецких офицеров в том, что это был приказ. То есть они сбрасывали ответственность с себя. Вот экзенциальная мысль говорит, нет никакого сбрасывания ответственности. Только вы должны решать и быть ответственными за то, что вы делаете. И в этом плане такие пограничные рубежи, как в Чуме, например, они показывают ваш выбор. Они, по сути, формируют вас. И вот Сартер, вернемся к нему, как раз-таки показывает, очень четко проговаривает эти идеи, что мы существуем, и пока мы существуем, мы есть некоторый проект человека. Мы выбираем, мы действуем и так далее. А вот мы умрем, тогда наш проект закончится. И здесь вторая важная мысль у Сартера, которую я хочу подчеркнуть, это идея другого, другого человека. Как вы понимаете, сущность появляется, когда мы умираем. И в этом смысле моя сущность появляется только в аду. И у Сартера есть прекрасная пьеса за закрытыми дверями, где ситуация ада. Три человека попадают в ад, и там никаких котлов нет, Данте все врал. Там на самом деле просто комнаты, коридоры, и вот там они общаются. Общаются как сущность с сущностью. А мы-то с вами в мире общаемся как существование с существованием, да? Как будто бы, сейчас я объясню. И в итоге финальная фраза, которую говорит мужчина. Ад это другие. Причем впервые, знаете, кто ее со сцены произнес? Камью. И вот ад это другие. Ее всегда довольно часто интерпретируют как там, нелюбовь к людям и так далее. Нет, это не про это. Что делает взгляд другого? Когда вы существуете, вот ваша ключевая характеристика это существование. А когда попадает тот и другой, другой человек смотрит на вас, как он вас видит. Он вас видит как готовую сущность. То есть он не видит вас как процесс, как никитствование. Он видит меня как Никиту. Вот вы прямо сейчас меня видите как готового Никиту. Вот некоторая сущность Никиты перед вами. Но я-то не сущность еще. Я еще живу. У меня существование. И поэтому любой взгляд другого, что делает? Объективирует вас. Превращает вас в объект, в сущность. А опыт сущности это опыт ада. Поэтому, когда Сартер говорит, ад это другие, он говорит о том, что любой взгляд другого, это ситуация ада, когда другой видит меня не существующим, а как сущность уже готовую. И это огромный стресс и проблема. В принципе, как возможно тогда коммуникация, как возможно взаимодействие между людьми, если я всегда готовая сущность перед вашим взглядом. Ну и последнее, что я хочу подчеркнуть, и что важно для всей экзенциальной мысли, это философия свободы. В мире нет смысла, мы с вами это поняли. Я попадаю сюда как пустота, как ничто, как проект. И поэтому, что правильно, я обладаю тотальной свободой, безграничной свободой. Ничто не предопределяет мои действия, никакие гены, никакие там национальности, расы, государства и так далее. Только я ответственный за то, что я делаю. Я обладаю безграничной свободой, но эта свобода награждает меня, осуждает на безграничную ответственность. Свобода это ответственность. Я ответственен за все свои действия, решения, жесты и так далее. Потому что мне не на что сбросить этот груз ответственности. Это не религия сделал, я не благодаря Божьему смыслу сказал это или еще что-то. Нет, только я это делал. Поэтому моя безграничная свобода оборачивается безграничной ответственностью. Поэтому каждый мой выбор, каждый мой жест, взгляд, действие, желание, это все мои желания. Это все я. Я за них ответственен. И поэтому, конечно, такая ситуация погружает человека в экзенциальный кризис, когда он, по сути, теряет собственную идентичность. И в этом кризис человека 20 века мы потеряли собственную идентичность. Мы не знаем, кто мы, мы не знаем, что нам делать и так далее. Потеря смыслов. И вот в этой потере смыслов, потере идентичности, экзенциальная мысль говорит. Так опирайтесь на свое ничто, создавайте себя как проект, действуйте, решайте и будьте за это ответственными. На нас больше ничто не предопределяет, на нас ничто не влияет. Мы есть источник самих себя. И поэтому экзенциальная мысль, это не мысль пессимизма, каких-то там страхов, тоски и так далее, с чего мы начали. Нет, это мысль, которая верит в вас, мысль, которая наделяет вас свободой, силой решать, силой создавать себя. Вы ответственны, и в этом плане вы можете сделать с собой все, что хотите. Поэтому я хочу, чтобы мы с вами понимали, что экзенциальная мысль, это мысль, которая в 20 веке одна из немногих, которая говорит, что человек это важно, человек это ценность, человек это суть. И наделяет эту суть глобальной возможностью. А с вами был Лекторий, правый полушарий интроверта, и я Никита Добряков. Спасибо за внимание.